дорогие мамы церкви свет жизни я хочу чтобы мы сегодня представили как это будет если у нас ребенок и мы занимаемся с ребенком и улыбаемся с ней мы играем мы развиваем этого ребенка и когда это время кушать и ребенок плачет чтобы кушать но мы говорим что нет 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 это не важно это неинтересно это не настолько важно кушать и конечно это глупость если мы просто ребенок не кормил мы не кормили ребенка и мы просто говорили что это неинтересно у нас нету время и это не так важно но Но я хочу вам сказать, что в каждого из нас есть духовный человек. И если мы не читаем Библию каждый день и развиваем наше отношение с Богом регулярно, то это то, что мы делаем с духовным человеком. Мы просто говорим, что тебе не надо жить, ты можешь умереть, мне не важно. Я это скажу, потому что мы должны понять, насколько это важно, развивать личные отношения с Богом. Часто люди обращаются с проблемами и в жизни, и такие простые, которые могли бы избежать из этих проблем, если они сделали самые элементарные вещи, читать Библию и молиться регулярно. Это настолько важно, настолько важно. И я хочу немножко вдохновлять вас в этом. И часто, когда мы становимся мамой, происходит в нашей жизни, происходит засуха. Какая-то духовная засуха. Засуха – это когда жизнь требуется от нас больше времени, чем у нас есть, когда нет лишнего времени, лишней энергии, нет денег достаточно, нет служения или что-то недостаточно. И когда мы становимся мамой, то мы часто открываются засухи в нашей жизни духовно, потому что есть ребёнок, есть новый график, мы не спим, как обычно, что по-новому, немножко хаос, чтобы понять, как строить жизнь, переживания. Мы не можем быть на собраниях, мы не можем ходить на группу. И есть засухи в жизни. И даст Бог с Его помощью, нам нужно найти способы, как мы можем пребывать в нём, и часто это через слово. Нам нужно сделать, чтобы мы могли бы читать Библию регулярно. И я начала регулярно читать Библию, когда я была подросткой. В нашей церкви была программа, которая учила нас читать Библию каждый день. У нас были разные задания, и читать Библию каждый день – это было одно из них. И я сейчас, 25 лет после этого, я настолько благодарна, что у меня была вот эта привычка читать Библию каждый день. Потому что, ну, есть разные причины. Я вам скажу, я привыкала к языкам Библии, потому что просто сама читать Библию – это трудно сначала. И люди часто не хотят читать, потому что трудно понять язык, трудно понять Бога, трудно понять, что Он хочет. И легко бросать вот это дело. Но надо переступить этот барьер. И всё равно надо каждый день, и настолько вы можете, надо читать Библию. Тоже оно помогло мне не делать грехи. И я смотрю назад, и я настолько благодарна, что просто вот это читение Библии и отношение с Богом лично каждый день спас меня от столько грехов. И я благодарна для этого. И одна причина, почему это спасёт нас от грехов, потому что через регулярное читение Библии мы проявим страха Господня. И страх Господня – это даёт нам жизнь. Поэтому читать Библию каждый день – это один конкретный способ, как вы можете показать Богу, что у вас есть страх Божий, правильный страх Божий. Что вы уважаете Его Слово, и вы понимаете, что это ваша жизнь. Это источник жизни для нас. И есть история Марии и Марии, две сестры. И я тоже, я хочу, чтобы мы поняли, что есть мамы Марфы, есть мамы как Марфа, и мы должны быть мамой как Мария. Мамы как Марфа, они думают, что самое главное – это их ежедневные задания с ребёнком и с домом. Это важно. Это очень важно. И то, что Марфа делала, это было важно и хорошо. Но это не было главным, и это не было приоритетом в этом моменте. И если мы делаем вот все главные с ребёнком, для ребёнка, для дома, а мы пропускаем самое главное, то мы просто мамой Марфы, как Марфа, и мы столько потеряем, столько, и грехи, мы грешим просто, напросто, через этого. И нам нужно быть мамой как Мария. И это не значит, что мы не работаем. Это не значит, что каждый день мы просто игнорируем то, что у нас дома и то, что происходит где-то мы. Это не значит, что мы игнорируем. Но это значит, что жизнь настроена, чтобы питать себя и развивать отношения с Богом на первом плане. Что это самое главное. Это самое главное – моё личное отношение с Иисусом. И это происходит через Библию и через Дух Святой и отношение с Ним. Есть время в Библии, где Иисус говорил с женщиной возле колодец, и она, и он говорил ей эти слова. Но вода, которую я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную. И нам нужно понять, что внутри себя есть источник от Бога. Это его дух и это его слово. Они соединяются в нас. И это наш источник жизни. И нам нужно понять, что мы хотим пить. Просто каждый человек хочется пить. И мы не знаем, как пить эту воду, которую Бог положил в нас. От начала. Нам нужно учиться, как сидеть возле этой источники и как пить. Из этого источника, который он открыл в нас. Потому что мы хотим пить из разных источников. Мы хотим пить из источников дружбы, источника красоты, мужа, детей, деньги. Мы хотим пить из этих источников, где мы привыкли пить. И естественно, грешный человек, он хочет пить из этих вещей. Наши красоты, мы хотим, ну, из этого, как бы себя кормить и все. Но вот эти вещи мы будем всегда жаждать. Мы будем просто ходить по вещам, если мы так делаем. Надо, мы должны учиться сидеть и с Богом читать Его Слово и Его Дух, который открылся в нас. Он нас, мы будем пить Божие Слово. И через время мы понимаем, что это больше, чем достаточно для меня. Это больше, чем достаточно для моей жизни. Сразу мы это не понимаем. Но если мы верно это делаем и мы принимаем это с верой, что Слово Бога – это наша еда и наше питье. Если мы это понимаем и принимаем для себя с верою, то через время мы видим, что действительно это все, что мне нужно. И потом я могу все эти другие вещи, вещи, мне не надо пить из этих вещей. Я могу наслаждаться в них и принимать их от Бога, но пить от них мне не надо. Я могу, у меня есть внутри источник, который льется, и который я не жажду, потому что оно во мне. И это Слово Божие, которое открывается к нам через Дух Святой. Поэтому я хочу тоже просто практические вещи сказать, что сначала, если Библия для нас новая, то это трудно сначала его читать. И я, когда я была младенец в Иисусе, я очень любила читать эти короткие книги в Новом Завете. Там было ясно, четко, что делать, кто Бог. Это более понятно для меня, понять Бога, когда я была младенец в Боге. Мне было очень сложно читать эти пророчества и эти разные книги. Но через... Я могу вам сказать, что я уже 20-25 лет в Библии и Библию, и я могу питаться от всего. И раньше я читала и не радовалась читать. Но сейчас я радуюсь в чтении Библии. Любое место. Потому что... И, может быть, я больше об этом говорю потом. Потому что Бог открылся мне. И Он открывается Себя к людьми, которые ищут Его. И мы ищем Его через чтение Его Слова. Мы ищем Его. И Он постепенно открывается Себя. И Его тайны, и Его глубокое отношение с человеком. Всё открывается через Библию. И как Дух Святой открывает Библию в нашей жизни. Я хочу сказать, что... Это самое главное. Когда вы строите свой день, делайте, что это легко. Что это легко читать Библию. Может быть, вам нужно просто положить Библию там, где вы кормите с грудью. Может быть, надо положить Библию туда. Или какой-то стих клеить куда-то, чтобы вы думали о Его Слово. Потому что, действительно, это наша жизнь. Это наша жизнь. И через время вы увидите, что слова, которые написаны в Библии, они живут. Они живущие. Они живут в тебе. Они будут жить через тебя. Ты будешь видеть их в жизни. Ты будешь видеть Слово Бога реально. Каждый день в твоей жизни. Ты будешь видеть это. И я просто хочу вас вдохновлять. Это настолько важно, чтобы мы были мамой, которые просто питались, питались, питались себя из Божьего Слова. И, может быть, мы больше об этом говорим потом. Аминь. Спасибо.